добрый день дорогие друзья рада вас приветствовать сегодня в нашем прямом эфире тема сегодняшнего нашего эфира гигиена глаз добрый день рада вас видеть гигиена глаз очень важна и для начала чтобы понять почему это так важно для нас мы с вами как как я люблю сначала рассмотрим строение века и начнем мы с вами вот с такой картинки как же мне поставить чтобы свет не отсвечивал вот так приблизительно с такой картинки на картинке вы видите что наши века имеет край это край века и на крае века расположены и реснички и есть свободный проект там и расположены реснички это для нас очень важно знать строение волоса сейчас я прикрепить комментарии строение волосы заключается у нас состоит в том что долг волосу присоединяется вот такая сальная железа это не исключение любому волосу при линии присоединяется сальная железа и получается наружный край весничатый край он всегда смазан секретом этой сальной железы запомним это с вами и на свободном крае века у нас расположены выходы очень интересные железы которые расположены по всему веку по всему краю века расположены выходы этой железы она называется мейбомиевые железа и она участвует в формировании секреты сейчас я вам покажу расположение этих желез вот видите вот такими полосочками в глубине века расположены мейбомиевые железы и теперь давайте поговорим о важности мейбомиевых желез мы все с вами прекрасно знаем о том что есть слезная железа которая вырабатывает слезную жидкость это водорастворимая часть нашей слезы а вот они бомиевых железах и ее липидном или жировом секрете практически никто никогда не упоминает и это такое ну как сказать эксклюзивное знание врачей и в частности врачей офтальмологов но секрет мейбомиевой железы липидный секрет как я уже сказала он очень важен для формирования нашей слезы здесь можно провести аналогию с работой наших потовых и сальных желез на лице и теле когда эти два секрета встречаются образуется своеобразный комплекс эмульсия которые защищают если мы говорим про кожу это сальные и потовые железы защитный баланс на нашей коже защитную гидролипидную мантию на коже то когда встречаются секреты слезной железы и мейбомиевые железы то формируются слеза которые участвуют в защите нашего глаза от чего она защищает наш глаз ну конечно в первую очередь от пересыхания во вторую очередь от бактериального поражения роговицы склеры нашего глаза ну и в третью очередь конечно это комфортное существование нашего глаза это комфортное моргание беспроблемное применение там простите за это слово беспроблемно мы смотрим нам не хочется почесать наш глаз но когда возникает дисфункция мейбомиевые железы сегодня мы будем говорить больше о ней то наш глаз чувствует сухость потому что слезного работы слезной железы не хватает раздражение покраснение воспаление и одним из признаков сухости глаза является желание почесать глаз он чешется он зудит какие еще проблемы могут привести к некоторым нарушениям работы мейбомиевых желез конечно это в первую очередь воспаление наружного края вернее свободного края века она называется блефорит покраснение и увеличение утолщение закупорка выходов мейбомиевых желез может привести к накоплению секрета в глубине века вы видели что это очень глубокие железы они проходят достаточно глубоко внутрь века они грозди видные железы и когда секрет хорошо не выходят наружу то железа конечно же набухает к чему это может привести так может привести к формированию ячменя как в народе говорят и научное название халязиум когда набухла железа и выхода секрета ее нету в свободное пространство в конъюнктиву и не смешивается секрет мейбомиевой железы со слезой что мы с вами можем получить мы можем получить инфицирование края железы и уже нагноение этого ячменя и вот чтобы избежать этих неприятностей мы сегодня с вами поговорим о том как нужно ухаживать за глазами почему это важно вы уже поняли хотя бы по двум причинам первая причина это воспаление края века блефорит и вторая причина три причины да вторая причина это сухость глаза неправильное функционирование мейбомиевой железы и третья причина это профилактика халязиума или как в народе говорят ячменя простите пожалуйста я очень редко пользуюсь косметикой и не нашла я сегодня свой просматик хотела показать как нужно снимать косметику но будем обходиться без такого наглядного очищения века конечно в первую очередь мы используем очищение очищение века некоторые люди любят умываться гелем или пенкой это очень хороший выбор и он смывает некоторую часть нашей косметики в частности туши с наших ресниц мне очень часто говорят что вот ваша мицеллярная вода или что-то там сразу не убирает тушь с век но у меня сразу возникает вопрос тогда ребята но вы наносите тушь на ресницы вы это делаете несколько раз у вас несколько подходов это несколько слоев туши на ресницы и конечно чтобы размочить тушь нужно некоторое время и чтобы удалить тушь тоже не нужно некоторое время и не один подход поэтому давайте запоминать правило снятия макияжа с глаза и в частности и в частности с ресничатого края извините пожалуйста ресничатый край мы с вами вы по первых макияж с глазом мы с вами берем если мы сразу не любим пользоваться гелем для умывания или пенкой мицеллярную воду запоминаем первое правило для каждого глаза берется индивидуальная ватный диск индивидуальный ватный диск почему потому что микрофлора на обоих глазах может быть разный при дисфункции мейбоевых желез конечно инфицирование может быть уже началось и чтобы не переносить инфекцию с одного глаза на другой глаз мы применяем на каждый глаз разные ватные диски для начала мы смачиваем ватный диск нашим мицеллярной водой и прикладываем глазу для того чтобы размягчить косметику 10-20 секунд достаточно после этого что мы делаем после размягчения косметики навеки очень многие рекомендуют удалять косметику от переносицы к наружному клаю глаза это не физиологичное удаление это не физиологично если свека еще можно так убрать то с края ресничатого края это не функционально почему потому что очищение глаза идет от наружного края века к внутреннему краю века слеза вытекает сюда поэтому что мы делаем мы с вами наружный край века вытираем от наружного края глаза к центру то же самое мы повторяем с вами уже другим диском для другого глаза мы смочили с вами подержали удалили удалили и вытираем наружный клай века при помощи нашей салфеточки что происходит дальше мы удалили с вами загрязнения или же это косметика с кончиков ресниц но у нас остается то же самое кстати мы делаем и с нижним краем века вот так вот мы протираем да но у нас остаются межресничные пространства что это нам дает что нам нужно сделать для того чтобы очистить качественно их очень трудно очистить даже при помощи геля и при помощи пены для умывания поэтому берем ушную палочку опять же мы смачиваем ушную палочку нашим мицеллярной водой это избыточное нахождение продукта на палочке поэтому мы немножко прижимаем ее отжимаем здесь нам придется немножко приподнять край века и опять-таки от наружного угла глаза к внутреннему углу глаза проходим по краю века несколько раз вы увидите если вы пользуетесь тушью жалко что я не нашла свою тушь вы увидите насколько эффективно такое очищение на палочке на ватке этой ушной палочки вы увидите что там находятся остатки туши из межресничного пространства поэтому после очищения вы обязательно повторите еще раз после первого очищения еще раз повторите чтобы достаточно качественно убрать остатки туши то же самое мы делаем и с внутренним краем века и ресничным пространством что нам дает такой уход для внутреннего края века и для устиц не боймевых желез которые выделяют липидный секрет нашей слезной железы липидную часть нашей слезной это дает нам раскрытие устица если там ночью вы с тушью и качественно работающая железа поработала у вас там все равно накопление на устицы секрета будет чтобы он не застыл вы прочистили при помощи мицеллярной воды этот край он растворился и ушел после этого вы можете приступить к качественному умыванию любимым вашим продуктом гелем или пенкой для умывания после умывания опять таки мы используем на каждый глаз отдельный ватный диск и конечно для чистки лица мы всегда применяем уже совершенно другой диск одним диском мы лицо не чистим после этого можно поухаживать и увлажнить нашу после умывания нашу кожу век для этого прекрасно подойдет тоник тоник мы наносим небольшое количество и распределяем по наружному краю века по орбите глаза и таким образом мы ухаживаем за нашим веком уже подвижным веком не краем века улажняем его то же самое мы с вами делаем и с другим глазом немножко много налила вот стараемся чтобы тоник не попадал на слизистую потому что немножко раздражение получается после этого мы с вами поговорили про этап очищения глаза когда мы вечером это обязательный так до после дневного дня даже если вы не пользуетесь косметикой все равно кулевые частицы накапливаются загрязнения промышленные накапливаются на веке и его нужно удалять утром тоже хорошо бы очистить край века при помощи мицеллярной воды протерли наружный край века внутренний край века это входит в привычку это входит в ритуал это ритуал очищения нашего лица наших глазах для профи не просто для того чтобы это ну как вам сказать это прихоть это важно для того чтобы это была профилактика качественного качественной жизни качественного в жизнедеятельности потому что когда глаз раздражен нам некомфортно не работать не отдыхать следующий этап о котором я хочу вам рассказать профилактики именно уже халязионов или членей это это теплые компрессы для глаз теплые компрессы для глаз мы делаем приготовив смотанную комфортным образом достаточно толстую ткань и готовим воду достаточно горячую эту ткань помещаем в воду вот такой формы мы ее делаем градусов 40 отжимаем и кладем на веки минут на 5 если ткань остывает то мы с вами опять смачиваем и опять кладем на веки на таймере засекаем пять минут чтобы в течение пяти минут мы прогрели наши небомиевые железы чем можно заменить смоченную ткань очень традиционный способ и очень забавный способ это конечно еще бабушкин когда лечили уже ничмени народными способами сварить яйцо сварить яйцо вкрутую замотать его в тяпочку до комфортной температуры чтобы она пропускала и положить на оба глаза для прогревания сейчас в современном мире есть специальные такие знаете маски для сна их можно тоже подогреть сухим теплом и тоже одеть на голову это гораздо комфортнее и привычнее у меня дома мне моя семья подарила специальный массажер для глаз то есть пользуюсь я специальным массажером с подогревом когда мы прогрели наши мейбомиевые железы делаем эту процедуру во первых утром и вечером то есть вы понимаете насколько важно для человека который у которого есть склонность к образованию халязионов есть склонность к сухости глаза к синдрому сухости глаза есть склонность вот этому раздражению воспалению края века это конечно все очень важно и важно вести эти ритуалы хотя утром это мало времени но все-таки эти 10 минут посвятить своим глазам все-таки стоит это очень важная профилактика этих проблем вы выделили это время с какой целью еще раз повторю мы делаем с вами прогрев наших мейбомиевых желез во первых остицы раскрываются и секрет будет легче выходить во вторых секрет из густого становится превращается в текучий и опять-таки благодаря этому он легко выходит и вот тут наступает еще один очень интересный и важный момент теперь мы приходим переходим к массажу и к самомассажу и помощи самим себе для выделения мейбомиевого секрета для стимуляции работы мейбомиевых желез для этого я люблю использовать нашу экспресс сыворотку улитку потому что на сухую воспаленный глаз перерастяжка кожи это очень сложно делать то есть чтобы мы чтобы вы поняли что мы делаем мы фиксируем бровь и от наружного края века мы делаем такие движения ну я считаю до 30 на каждое веко 30 секунд где-то вот такие движения то есть мы как бы выдавливаем из мейбомиевых желез секрет и мейбомиевая железа начинает более более как правильно сказать физиологично работать нормально работать секрет не застаивается устица раскрыта и глаз получает достаточное количество липидной смазки как делаю я вот это вот сейчас уже это не травматично но когда вы начинаете это делать и глаз абсолютно не привык к такому уходу это неприятно поэтому я беру небольшое количество вот я даже покажу какое это много это вот вот это количество это очень много поэтому я наношу сюда излишек потом я его использую для декольте этот излишек и совсем небольшое количество поднимая бровь от наружного края я продавливаю и тут уже можно усилить давление и поэтому благодаря давлению секрет будет выделяться еще лучше мы делаем так 30 раз скольжение хорошая то же самое мы делаем для нижнего века с нижним веком немножко сложнее работы потому что пространство меньше фиксируем на по краю орбиты мы фиксируем кожу и от наружного глаза прямо вот под ресничным краем чтобы палец проходил мы делаем то же самое прижимая палец к глазному яблоку через кожу через нижнее веко это же так делаем 30 раз то же самое мы с вами повторяем и и для и для и для другого века фиксируем пальцы верхнее веко в районе брови на орбите глаза и продавливаем продавливаем выделяя секрет помним что мы это делаем не на сухую а на прогретую уже разогретый секрет и раскрытые устицами бомиевых желез то же самое мы проделываем и с нижним веком прижимая глаз через кожу к глазному яблоку конечно это делать нужно как сказать без фанатизма при использовании сыворотки кожа не перерастягивается это достаточно комфортно сыворотку для рук использую сейчас остатки что делать сывороткой в таком положении то есть сыворотка это не предназначена для длительного нахождения на веке не в таком количестве потому что для двух глаз нам вполне достаточно чуть меньше спичечной головки и сыворотки и крема после массажа я обычно смываю ее потому что для края глаза это очень много это такое количество не нужно поскольку сейчас я не могу подойти к воде я воспользуюсь нашим тоником опять-таки повторим да от наружного края глаза к внутреннему от наружного края к внутреннему да мы очистили и другой глаз наберем то же самое от наружного края к внутреннему умылись обработали тоником увлажнили нашу кожу и после этого мы завершаем уход гигиены глаз завершаем нанесением крема для кого это актуально да то есть если это молодая девушка 18 лет возможно и не достаточно только тоника для увлажнения кожи не уже конечно важно и применение крема с более существенной подпиткой и уходом и уходовым свойствами мы берем крем со спичечную головку руки помним у нас чистые да мы руки моем и как мы наносим крем мы уже говорили с вами но мы сегодня повторим наносим крем на орбиту глаза крем наносим на орбиту глаза от внутреннего угла глаза по орбите в нижний нижний край глаза к внутреннему опять-таки углу глаза у нас был пост на прошлой неделе как раз посвященный массажу глаза не массажу вот массажу это около около глазной области мы нанесли с вами легкие постукивания легкие круговые движения делаем что нам помню почему мы еще на это акцентируем внимание потому что во первых это расслабляет круговую мышцу глаза глаз себя тоже будет комфортно чувствовать у нас здесь находится лимфатический сосуд большой и отток лимфы будет осуществляться лучше от области глаз нанесли походили 5-10 минут все впиталось и можно дальше наносить уже декоративную косметику и идти покорять мир если возникли какие-то вопросы пожалуйста пишите я вам рассказала сейчас все о гигиене глаза простите пожалуйста я вам самое еще интересное забыла рассказать забыла совсем рассказать то есть мы нанесли крем и у нас еще есть две волшебные сыворотки бальзамы первый бальзам для ресниц с маслом органы и кому подойдет этот бальзам для ресниц этот бальзам для ресниц он сделан на руки руки теперь в креме и открыть тяжело кому подойдет вот такая кисточка кому подойдет такой бальзам для ресниц им я сейчас не буду пользоваться он подойдет для тех у кого нет проблем с мембомиями железами у кого не закупориваются они которые людям которые не склонны к формированию неохолязионов или ищвеней почему потому что в составе присутствует очень интересный компонент масло касторовое или лициновое второе название этого масла